Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим глазирование конфет шоколадом. Конфеты целиком или частично покрывают шоколадной глазурью с целью предотвращения их высыхания, сообщением вкуса и приданием привлекательного внешнего вида. Чаще всего конфеты покрывают шоколадной глазурью целиком на глазировочных агрегатах, машинах или вручную. Следует отметить, что в пищевой промышленности процесс называется глазирование, а то чем покрывают глазурью, не следует путать название этого процесса. В отрасли производства кафельной плитки процесс называется глазурование от слова глазурь. Но поскольку мы рассматриваем пищевое производство, то важно правильно произносить название процесса. Глазирование, глазировочная машина. Итак, схема глазирования конфет представлена на экране. Конфеты транспортером загружаются в бункер 1, по наклонному днищу бункера конфеты сползают к движущейся ленте 28, располагаясь над подпружиненным клапаном 29. Скребок 2, закрепленный на ленте 28, отжимает вправо клапан, подхватывает порцию конфет и подтяв ее высыпает конфеты на колеблющуюся желобчатую волнистую плиту 3. Ее наклон горизонту, а также наклон шар дневных стоек 27 к вертикали устанавливается таким, чтобы в желобах конфеты заняли устойчивое положение, то есть центр тяжести занимал бы на низшее положение и образовали бы сплошные потоки 4 без промежутков. Затем конфеты попадают на ленту 5 транспортера. Она движется с большой скоростью, в результате чего между конфетами ряда образуются промежутки. Еще больше конфеты раздвигаются, попадая на сетку 6 следующего транспортера, находящегося в камере глазирования 10. В камере автоматически поддерживается постоянная температура. Для натуральной шоколадной глазури температура в камере должна быть 30 градусов Цельсия. Это исключает жировое поседение шоколада. Причины жирового поседения мы с вами рассмотрели в одном из других видео, представленных на канале. Шоколадная масса оттемперированная также как и при формовании шоколадных изделий. Из темперующей машины загружаются в приемную емкость 23, которая находится в камере глазирования под сетчатым транспортером. Емкость имеет рубашку для поддержания постоянной температуры массы 30 градусов Цельсия и мешалку 24. Из емкости 23 насосом 25 шоколадная глазурь перекачивается по обогреваемому трубопроводу 26 в воронку 8. В дне воронки имеется щель, длина которой равна ширине сетки транспортера. Ширина щели устанавливается шибером 7. Из воронки на сетку, непрерывной струей льется глазурь. Через струю глазури проходят конфеты, находящиеся на сетке. При этом они сверху и с боков покрываются глазурью. Лишняя глазурь стекает в емкость 23 и смешивается с вновь поступающей глазурью. Затем конфеты проходят под насадкой 11 вентилятора 9, струей воздуха часть глазури сдувается. Оставшаяся на конфетах часть глазури при этом приобретает одинаковую толщину. Нижняя поверхность конфеты покрывается глазурью либо с помощью валиков 12, вращающихся в ванночке с глазурью, либо с помощью неподвижно установленных валиков. Однако места соприкосновения конфеты с проволочками сетки остаются непокрытыми. Их покрывает глазурью быстро вращающийся валик 13 при прохождении конфеты над ним. Валик 13 также снимает наплывы с боковых поверхностей конфеты. Далее конфеты попадают на клеенку 15, расположенную поверх транспортера 23. Жидкая глазурь почти не прилипает к клеенке. Клеенка легко отделяется от застывшей глазури и, кроме того, хорошо проводит тепло. Несущий орган транспортера 22 может быть выполнен из прорезиненной ленты, прутков, сетки и массивных металлических пластин на цепях. Транспортер 22 и клеенка 15 движутся с одинаковой скоростью внутри холодильной камеры 14. Затвердевание глазури сопровождается кристаллизацией какао-масла при отборе тепловоздухом с температурой 8-10 градусов Цельсия. Вдоль камеры конфеты проходят в течение 5-6 минут, а за это время глазурь полностью затвердевает конфеты прилипают к клеенке. Отделение конфет 16 от клеенки происходит при огибании клеенкой валика 17 барабана 21 и валика 18. Правее валика 18 конфеты 19 свободно лежат на клеенке по-прежнему правильными рядами с такими же промежутками между конфетами в ряду. Транспортером 20 глазированные конфеты подаются на завертку и укладку. При глазировании конфет шоколадной глазурью первостепенное значение имеет ее вязкость. Она зависит от содержания жира, температуры, содержания сухих веществ, градиента скорости и незначительно от дисперсности. Практикой установлено, что хорошее покрытие достигается при вязкости глазури от 10 до 13 паскаль секунда при градиенте скорости 4,5 секунды в минус 1. Во избежание жирового поседения шоколадного покрытия температура глазури должна быть постоянной равна 30 градусам Цельсия. Необходимая вязкость глазури создается несколько повышенным содержанием в ней жира. Содержание жира 35 плюс минус 1 процент. Дисперсность шоколадной глазури, то есть доля частиц менее 20 микрометров не менее 90 процентов. Массовые помадные конфеты глазируют жировой глазурью, которая не содержит какао-масла. Жировую глазурь готовят из гидрожира или кондитерского жира, сахара, какао-порошка, обжаренных ядер арахиса и других наполнителей. Жировую глазурь темперируют при более высоких температурах. В емкость 23 она поступает с температурой 37-40 градусов Цельсия. В остальном глазирование ничем не отличается от описанного. Температура воздуха в холодильной камере на 2 градуса ниже, чем при глазировании шоколадной глазурью, а продолжительность пребывания конфеты в камере 6-7 минут вместо 5-6 минут. Далее рассмотрим агрегаты для покрытия конфет шоколадной глазурью. Рассматриваемые агрегаты предназначены для равномерного покрытия конфет, вафель и печенье слоем шоколадной глазури толщиной не более 1 мм. Машины 2 для покрытия корпусов глазурью являются составной частью агрегата, имеющего раскладывающее устройство 1, кристаллизатор 3 и съемный транспортер 4. Эти четыре машины приводятся в действие либо одним общим электродвигателем, либо самостоятельными электродвигателями. В этом видео основным предметом рассмотрения являются машины для покрытия и лишь отчасти мы остановимся на питающем транспортере. Холодильные камеры рассмотрены в отдельной видео лекции. На слайде показана принципиальная схема машины, в которой глазурь подается к распределителю шнекам. Питающий транспортер 1 подает сплошные правильные ряды конфет на верхней сетчатый транспортер 2, который движется с большой скоростью. Вследствие этой разницы скоростей образуется промежуток между конфетами в каждом ряду. Транспортер 2 подает правильные ряды конфет под распределитель, воронку 5, из щели которого льется шоколадная глазурь, образуя завесу. Ее толщина регулируется заслонкой 3. Конфеты, проходя через завесу, покрываются глазурью со всех сторон, за исключением нижней стороны, соприкасающейся с сеткой. Для покрытия этой стороны служит внутренняя сетка 8, скорость которой отличается от скорости сетки 2. Сетка 8 несет на себе некоторое количество глазури, которые переносятся на нижнюю поверхность конфеты. Сетка 8 с успехом заменяется неподвижным щитком, выполняющим ту же роль, или роликом, над которым проходит изделие. Затем конфеты попадают под струю воздуха, выбрасываемого обычно вентиляторами 6. Воздух сдувает с конфет часть глазури. Изменением скорости воздуха регулируют толщину слоя глазури. Подошедшие к концу сетчатого транспортера 2 конфеты покрыты глазурью, за исключением точек их соприкосновения с проволочками сетки. С нижней стороны конфеты по образующей имеют наплывы. Они снимаются быстро вращающимся валиком 9. И этот же валик покрывает глазурью места соприкосновения конфеты с проволочками сетки. Затем конфеты поступают на клеенку 10 горизонтальной холодильной камеры. Глазурь, стекающая с конфеты стенок, собирается в бак 11, имеющий мешалку 12 и рубашку для обогрева. Из этого бака, шнеком 4, глазурь подается в распределитель 5. Равномерное покрытие возможно лишь при постоянной температуре воздуха и глазури в камере 7. В ней автоматически поддерживается постоянная температура 30-31 градус Цельсия при помощи электрического или парового обогрева. На слайде показана принципиальная схема машины, в которой глазурь подается в распределитель 5 насосом 4. Покрытие нижней поверхности осуществляют валки 8. Остальные обозначения такие же, как на предыдущем слайде. Встречаются также машины, в которых глазурь в распределитель подается диском 5. Техническая производительность машины для покрытия конфет с шоколадом определяется по формуле на слайде. Скорость сетчатого транспортера определяется следующим образом. На питающем транспортере 1 конфеты в каждом ряду лежат вплотную друг к другу, то есть с шагом L1. Схема представлена на слайде. На транспортере 1 конфеты удерживаются от смещения силы трения. При переходе конфеты 3 с транспортера 1 на транспортер 2 она сможет начать двигаться со скоростью V2 лишь тогда, когда сила трения на втором транспортере будет несколько больше силы трения на первом транспортере. BF2 равно NUAF1. Рассмотрим такое мгновение, когда центр тяжести конфеты по осевой линии валика транспортера 1 находится на расстоянии дельта, а расстояние между валиками есть А, которое меньше половины длины минимальной конфеты. В это мгновение давление конфеты на валик транспортера 1 рассчитывается по формуле А равно G в скобочках А минус дельта деленное на А. А ее давление на валик транспортера 2, B, равно G дельта деленное на А. Подставляя выражение для А и Б выражение, которое вы видите на экране, получим выражение для дельта F2, откуда выразим NUAF1. Величина выдвижения центра тяжести конфеты с валика транспортера 1 дельта рассчитывается по формуле. Чтобы продвинуть конфету в такое положение, при котором ее подтянет транспортер 2, потребуется время Тау-1 штрих. Или если записать по-другому, получим другую формулу, которую вы видите на экране. Если время перемещения конфеты на транспортере 1 из одного положения в другое равно Тау-1, то за время это умноженное Тау-1 минус Тау-1 штрих происходит движение корпуса со скоростью В2. Здесь это некоторый коэффициент меньше единицы, который показывает, что не все время конфета движется со скоростью В2. Величину промежутка мы получим, вычитаясь перемещение конфеты за время, это Тау-1 минус Тау-1 штрих, ее перемещение за время Тау-1 минус Тау-1 штрих при движении со скоростью В1. Формула для ЛП представлена на экране. Шаг между конфетами Л2 на транспортере 2 рассчитывается по формуле на слайде. Откуда получаем скорость В2? При ручной раскладке конфет на транспортер 1 над лентой этого транспортера закрепляют направляющие планки. В промежутке между планками укладываются конфеты. Получаются правильные ряды конфет без промежутков между ними. Расстояние между рядами равно ширине направляющих. Работа по раскладке корпусов очень утомительна. Для ее облегчения создано несколько раскладывающих устройств. Однако все они пригодны лишь для твердых конфет. Принципиальная схема раскладывающего устройства показана на слайде. Твердые конфеты высыпаются в лоток 2, имеющий заслонку 3. Лоток опирается на пружины 12 и получает колебательное движение от эксцентрика 1. Когда кулачком 11 заслонка опускается вниз, порция конфет ссыпается по наклонной плоскости 4 на желобчатую поверхность 5. Она колеблется на стойках 9, получая движение от кривошипа 10. Над желобчатой поверхностью расположены направляющие 6. Они кладут конфеты в желобки и не пропускают конфеты, лежащие одна на другой. Дополнительная пластина 7 задерживает неправильно лежащие конфеты. Транспортер 8 подает конфеты к машине для покрытия. Необходимое число колебаний желобчатой поверхности находится так же, как и для вибрационных транспортеров. Техническая характеристика агрегатов для покрытия конфет, шоколадной глазурью при подаче глазури в распределитель диском показана на слайде. А техническая характеристика агрегатов при подаче глазури в распределитель насосом или насосом с вертикальным кристаллизатором показана на слайде. В этом видео мы рассмотрели глазирование конфет и одну из линий глазирование конфет. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.